Привет всем! Всем привет, шалом, все подключаются, я очень рада быть сегодня в эфире, надеюсь меня слышно, и мы сегодня с вами поговорим про 4 заповеди праздника Пурим, но как эти заповеди связаны с любовью? Мы сегодня будем разбирать такую романтическую, глубокую и душевную тему любовь, что об этом говорят наши мудрецы, что такое любовь, да, и как реально возлюбить ближнего, и как это можно сделать, да, это довольно-таки распространенная и актуальная тема, потому что все этим интересуются, в общем, это больная, скажем так, тема. Всем шалом, всем привет, я очень рада, что все уже подключаются, простите, я немножко простыла, и поэтому голос мой не совсем как обычно. Всем привет, и давайте мы с вами посмотрим, какие у нас есть с вами 4 самых-самых главных заповедей праздника Пурим. Какие? Первое, это чтение Свитка Эстер, да, Магилат Эстер, второе, это Мишло Ахманот, мы посылаем гостинцы нашим друзьям, друг другу, третье, это Матанот Левьоним, это подарки, помощь нуждающимся, да, помощь бедным. И четвертое, самое последнее, это Трапеза, принято делать обширную трапезу, где говорить Лихаем и не отличать Амана от Ахашвироша или от Мардыхай. Добрый вечер, всем шалом. Так вот, скажите, пожалуйста, вот в этих 4 заповедях какое звено есть объединяющейся, которое объединяет все эти заповеди вот в одно главное, в что-то вот масштабное, что есть, да, у нас есть подарки ближним и нашим друзьям, да, у нас есть подарки бедным, помощь нуждающимся, у нас есть Трапеза, где сидят очень много людей, все вместе, да, и у нас есть чтение Свитка Эстер. Скажите, пожалуйста, что здесь, какое здесь есть объединяющееся звено, которое все это объединяет? И все эти заповеди нам даны для того, чтобы укрепить в нас любовь или дух единства, да, чтобы, потому что когда ты посылаешь подарок другу или даже врагу, да, или какому-то человеку, который не очень приятен нам, да, когда ты посылаешь подарок, всем шалом, да, когда ты посылаешь подарок другу или даже не другу, автоматически сердце становится мягким, да, и уже на тебя человек смотрит по-другому, всем шалом. Яэль, Белла, Ирина, всем шалом. Итак, мы с вами уже сказали, что у нас есть четыре самых основных заповеди праздника Пурим, чтение Свитка Эстер, посылка гостинцев друзьям, которые объединяют все этого едино, это для чего нам даны эти заповеди? Это для укрепления любви и для, да, и для укрепления единого духа, да, эти все заповеди и даны. Но теперь, хорошо, спасибо большое, что нам даны заповеди для того, чтобы мы укрепляли нашу любовь, наше единство, да, в то время, когда мы дарим друг другу подарки, когда мы помогаем бедным, когда мы делаем общую трапезу, где мы все вместе собираемся. Это все очень укрепляет нашу любовь. Но что такое любовь, да, и что с этим делают, да, как говорится? И на самом деле, вот я когда готовилась к уроку, всем шалом, всем шалом. Так вот, мы с вами говорим о довольно-таки актуальной и волнующей всех тему, о теме любви. Что это такое, что о этой теме говорят наши мудрецы, и почему у нас есть такая потребность любить и быть любимыми, и где корень этого всего. Итак, во-первых, мы посмотрим на наших мудрецов, что на самом деле любовь, она, да, бывает разной. Причем, например, если мы посмотрим, например, Рабзуши из-за Ниполя, он говорил, что я люблю всех, и нет человека, который плохой или грешит. Он реально старался во всех видеть все хорошее. То есть даже если человек, не дай бог, сделал какой-то ужасный грех или поступок, Рабзуши из-за Ниполя, он действительно пытался, вот пытался оправдать этого человека и найти только положительное, вот полностью, он не замечал недостатки. То есть Рабзуши из-за Ниполя, первое, он не замечал недостатки. Теперь, а если мы посмотрим, например, на рабе Левицхака из Бердичева, как он проявлял свою любовь к ближнему, сказано, что он замечал недостатки ближнего, но при этом старался в этом найти что-то хорошее. Из чего мы это учим, как мы это видим? Из одной истории, всем шалом! Мы видим это из одной истории, когда он увидел, что еврей в Циците и Тфилине возится возле повозки, да, с этим, со смазкой, с этой смолой, ну, с чем-то очень грязным. И какой-то бы праведник сказал бы, как ты в таких святых вещах колупаешься в этой грязи, ах ты негодник, как ты смеешь, да? А что раб Левицхак из Бердичева сказал? Он сказал, Всевышний, посмотри, этот человек выполняет заповедь Тфилина, да, и Толита, даже в то время, что он работает с этой повозкой, посмотри, какие святые дети. То есть в тех вещах, где даже было трудно найти какие-то достоинства в человеке, он все равно старался это сделать и найти. Теперь, но если мы посмотрим, например, раб Левицхак из Бердичева, он, да, замечал недостатки, но он пытался в них найти хорошее, не подчеркивал их. Теперь, если мы посмотрим, например, Бальшимтова, что делал Бальшимтова, сказано, что он пытался исправить эти недостатки, что он говорил об этих недостатках, и это не означало, что он не любил, да, ближних своих или учеников, или нас. Это означало, что он настолько любил, что желал добра, что пытался как бы изменить, да, человека. Видите, здесь три примера любви, но насколько она разная, насколько у каждого, да, свой индивидуальный, индивидуальный подход. Так вот, если мы с вами начали уже говорить про любовь, то любовь, это мы знаем, да, мы чувствуем, что любовь это что-то духовное, это что-то выше материального, правда? Это наша душа, это наши чувства, это наши мысли о человеке, да, это наше желание сделать для человека хорошо, это наше желание получить от человека хорошо, да, то есть любовь это всё-таки происходит от души, да. Более того, я прочла очень интересную вещь, что любовь это наше стремительное желание найти Всевышнего, это наше желание, да, постичь Всевышнего, найти его. Почему? Потому что когда наша душа оторвалась от Всевышнего и как бы, да, оживила наше тело, она чувствует, что она оторвалась, что ей чего-то не хватает. И она смотрит, о, возле меня ещё один человек, это же точно такая же часть от Всевышнего, как и я. Так я хочу с ним соединиться, я хочу соединиться со Всевышним, да, и поэтому мы любим, потому что мы таким образом пытаемся восполнить вот эту пустоту, которая у нас осталась, да, рядом со Всевышним. И мы всю жизнь ищем, чем бы нам заполнить её, чем бы нам заполнить, да, я в тебе нахожу эту любовь и в тебе, и в тебе, и в тебе. Теперь, есть, да, есть два вида любви. Это эгоистичная любовь и слишком неэгоистичная любовь, что и то, и то крайности плохи, да. То есть если это эгоистичная любовь, то я жду, чтобы меня все любили. Любите, почему меня никто не любит, почему ты не пришёл, почему ты не принёс мне сегодня цветы, как ты не просила, но я же ждала, да. Это эгоистичная любовь, когда человек только ждёт и требует, 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 при этом не делает ничего, да, взамен. Или не просит, да, или не делает даже так, чтобы кто-то хотел так сделать. Или же неэгоистичная любовь, когда наоборот, человек слишком много делает, а ему садятся на плечи, да, то есть человек там слишком заботится, слишком любит, да, как это, слышали, может быть, стихотворение, как оно там говорится, сейчас, секунду. Любишь там? Да, люблю. А пойдёшь со мной туда-то? Да, пойду. И в огонь, и в огонь. А если узел? Развяжу. А если два? И это я покорю. И он такой, так что ты будешь моим? Он такой, не будет этого. За что? За то, что не люблю рабов. То есть здесь мы видим, что это даже не любовь, а как рабство. То есть здесь эгоистичная любовь, которая, давайте, 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 мне, 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 делай так, как я хочу. Ага, ты не делаешь так, как я хочу. Так я на тебя обижусь, потому что ты не сделал так, как я хочу. И неэгоистичная любовь, когда человек, грубо говоря, становится рабом. Это грубо говоря, да, не то, что рабом, а когда он делает, 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 и он как бы, не знаю, это как, как можно сравнить? Например, да, это грубый пример, и в этом примере можно найти любую маму. Почему? Потому что мама для своего ребёнка, она не видит границ, она даёт, 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 даёт. Знаете, в чём тут проблема? Что наступает какой-то момент, когда мама говорит, а ты мне, сынок, а я же в тебя всю жизнь вложила. А что ж ты мне сейчас не возвращаешь, сынок? Или доченька, да? А кто тебя просил, мама? Не, ну я же вложила, я же тебя люблю, я же всё в тебя. Да, да, или там, когда из мальчиков делают слишком маленьких сыночков, да? Это всё не эгоистичная любовь. Точнее, мне кажется, что тут даже, как вследствие, она перерастает в эгоистичную любовь, да? Так, 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 мы уже с вами сказали о трёх видах разных любви, да? Что люди, они по-разному могут любить, да? Или не замечать недостатков, как Рэбзуша из-за Ниполя, или как Рэбляриц, как из Бердичева, да, замечать недостатки, но в них находить положительные. Или как Бальшим Тов, да, замечать недостатки и договорить людям для их же блага, как исправляться, да? Это все очень-очень разные виды любви. Теперь мы с вами уже сказали, что наша нужда, да, мы очень нуждаемся в любви для того, чтобы вот эту пустоту, от которой мы оторвались от Ашема, чтобы её заполнить, чем? Частичками ещё других душ, нас, людьми, да? И мы на протяжении всей нашей жизни пытаемся, пытаемся заполнить это, и это нормально, и это хорошо, и это понятно. Вот только здесь надо внимания, быть аккуратным и знать, что не впадать ни в эгоистичную любовь, да, и не в слишком неэгоистичную любовь, то есть, да, знать какие-то меры, то есть, да, уметь давать, да, уметь принимать и делать и то, и другое. И последнее, что... Секунду. И две последние вещи, которые я хотела сказать, всем шалом, я уже вижу, многие уже подключаются, Баруха Шем, и ещё две вещи, которые я хотела сказать, что когда мы любим, ну, или когда... Давайте так начнём, когда мы... Почему мы любим? Потому что мы вкладываем, да, потому что мы пытаемся найти Всевышнего, потому что мы... Нам нравится, как мы выглядим, да, в глазах другого, вот он на нас так смотрит, да, вот это вот первоначальная страсть, да, какая-то, вот я говорю сейчас про любовь между девушкой и парнем, да, То есть, почему оно вот так вот, да, проявляется? Теперь, давайте приведём пример с Ребе. Когда-то у Ребе спросили, вы знаете, седьмой любавческий Ребе, он мог стоять 7-8 часов без перерывов и раздавать каждому доллар, кто к нему приходил. И однажды у него спросили, Ребе, как вы не устаете? Почему вы не устаете? Вы стоите 7-8 часов, потом вы там говорите какие-то сихо, да, майморы, потом вы проводите это, отвечаете на письма, принимаете у себя людей. Как вы не устаете? И тогда Ребе ответил, когда ты считаешь бриллианты, то ты не устаёшь теперь. Теперь, иногда нам кажется, что мы устали делать там для любимого человека, да, что мы как будто бы устаём. Так вот, нам надо помнить, какие бриллианты находятся вокруг нас. Нам надо помнить, какой мы бриллиант для кого-то, да, для других, напоминать это себе. Да, нам надо помнить, какие бриллианты вокруг нас, какие мы бриллианты друг для друга, да. И, конечно же, ценить то, что из каждого нашего эфира можно брать Ценить то, что у нас есть, и благодарить Всевышнего Вот это все, что я хотела сказать про заповеди, которые, Пурима, которые связаны Просто все переплетены любовью Вот, и на этом я завершаю наш эфир Спасибо всем большое, что вы все подключились Очень-очень приятно Все пишут, всем шалом Очень рада быть в нашей семье Вайкра И спасибо, что вы тоже являетесь частью нашей семьи Спасибо большое, всем пока Спасибо